Те погодные условия, которые там создаются этим летом, в прошлом летом, в смысле, в прошлые годы, там, те аномалии, которые мы наблюдаем, вы считаете это причиной? Это ну что? Ну, по крайней мере, то, что было в этом году летом, это, с точки зрения, 100% применение тематического и геофизического оружия. Потому что природы много, если у природы нет плохой погоды, знаете, песенка поется, но дело в песенке, но в песенке не поется, что антициклон может стоять в полтора-два месяца, а не играть с одного места, это невозможно. В принципе, не было никаких фактов, по крайней мере, то, что я знаю, я не говорю, что я все знаю, но то, что мне известно о поведении антициклонов и антициклонов, они не стоят на месте долго. Вообще, когда проходит, допустим, глаз, антициклона, он просто большой, поэтому с некоторым двигаться может быть тихо-спокойно, но это не может стоять на месте. Поэтому то, что мы наблюдаем этим летом, ну, никаким образом не может быть природным явлением. К тому же, те факты, которые наблюдают, допустим, наши ученые обнаружили толщина озонословия над Восточной Европейской равниной, уменьшена 43% именно этим летом. Причин для такого изменения уровня озона в атмосфере над этой точкой планеты, в принципе, нет. Вопрос, каким образом появился. И такое же примерно было в 2003 году в Европе. Тоже выжигалось все и вся. И тоже там была, так сказать, зона дра над выжигаемыми территориями. И после того, что выжигало, было уничтожено, зона дра исчезла, и природные явления вернулись к норме. Поэтому такие факты, во-первых, не единичные. Я опять применю гинеклот, забавно, когда говорили, что вот приходит человек, свалился с девятых этажей, приходит психиатр, говорит, вы знаете, вот я упал, пьяный был и ничего не сломал. Он говорит, ну это случайность. Потом второй раз, говорит, то же самое, случайность. Третий раз приходит, говорит, то же самое. Он говорит, ну а это были закономерности. Так вот, в данном случае уже достаточно много фактов, которые невозможно объяснить. Какие-то случайные природные явления, к тому же которых накапливается столько много, что становится уже невозможно просто закрывать глаза. На то, что это происходит, потому что кому-то это выгодно, чтобы на него, на это закрывали глаза. Начнем с того, что хотя бы то же самое глобальное потепление, к примеру. Ну это фикция. Это не только если мы вытащим. Я бы только говорил, сказать, ну, у дурака у вас сгиба. Поехала крыша, поехала, от перегрева летом, да? И он начинает говорить, что никакого глобального потепления нет. Вот специально я попросил мне готовить данные, к примеру. То, что делает человек, человеческая деятельность, конечно, это никто не говорит, что замечательно, что пакости мы весьма хорошо, скажем так. И здесь я полностью согласен. Но то, что деятельность человека выбрасывает в атмосферу 3 миллиарда тонн углекислого газа. А вообще, вот, вот, выбрасывает в Земле 750 миллиардов тонн. Смотрите, 3 миллиардов, 750 миллиардов. То есть, то, что человеческая деятельность производит, приводит к тому, что выбрасывается одна 250-я часть, это примерно четверть процентов, от того, что планета выбрасывает сама. Вопрос. Вопрос. Каким образом такое незначительное изменение могло повлиять критически на поведение природной погоды изменить? Не может. Вопрос. И вот тоже есть данные, к примеру, что вот, примерно следующие данные, что вот, когда в январе 2004 года Путин, вторую очередь, президент, естественно, дал знание наших ученых будет взять вывод под Киевского соглашения, протокола. И вот, что выявили, так сказать, результат работы Российской земли, он пошел, который был одновременно, в мае 2004. В своем заключении, Котянки заявили, что Киевский протокол, первое, не имеет научного обоснования. Второе, неэффективен с точки зрения влияния на климат. И третье, несет в России существенные риски связан с ограничением темпов и экономического роста. Об этом не кричат почему-то? Плюс, извините, в этом году наши хакеры сломали защиту систем, когда связаны с вопросами глобального потепления и, так сказать, вылили, вытащили и сделали состояние класса эти секретные бумаги, которые четко ясвят, что все это создано фиктивно. Вопрос, для чего создаются фиктивно? Две причины я вижу, к примеру. Например, вот один раз причин, сейчас вот данные, чтобы топятки было точно, а не просто предстоит. Например, из всех трех миллионов тонн, которые человек выбрасывает, 270 миллионов тонн выбрасывает только США. Европа 40-45 миллионов тонн, а остальные страны за 20 миллионов тонн. То есть, получается, кто больше всего кричит, а глобальный принят, покосит больше всех. Но у себя никаких ограничений не делают, они хотят, чтобы все ограничили, кроме них самих. Почему так? Таким образом начинают давить на экономику, развивающий стран. Что вот, мы не хотим позволить развиваться экономически. Это первая причина, но не только основная причина. А еще, это очень хорошее прикрытие для таких вещей, которые сейчас происходят. А ведь забавно, ведь, когда были созданы установки наземные для исследования и анасферы и так далее, в привычках на Ляске, потом в Норвегии и Гренландии. Во-первых, как я знаю, там охрана лучше, чем хранится Пентагон. Забавно, да? Мирная, так сказать, научная инстанция, которая хранит лучше, чем Пентагон. Забавно такое соотношение. Секьюритической, для уровня секьюритической защиты и обычного мирного изучения атмосферы. Думаю, страны. И именно стали кричать о глобальных потеплениях после того, как эти станции стали создаваться. С моей точки зрения, вот это все глобальное потепление, кроме того, что я говорю, попытка влияния подавлять экономическую развитие других стран, было узнать тем, что потом, когда создавали отчет, что применять как оружие против тех стран, которые хотели экономически подавлять. Чтобы, когда возникла ситуация, как сейчас, например, вот летом была ситуация в России, да? Ну вот, пожалуй, мы же вам говорили, что глобальное потепление. Вот вам люта, люта то, что мы наблюдаем, есть факт глобального потепления. И вроде сказать нечего. Кричали весь мир, кричит об этом, да? А на самом деле, это что? Очень удачное прикрытие для применения оружия. И оружие, это применяется, оружие просто примитивное, с точки зрения своей технической обслуживания. Это очень просто. Никаких там суперслужбек нет. Хотя она действительно влияет очень сильно. Потому что наземные станции, которые существуют, они просто источники излучения мощных, которые используют то, что в создании нужного импульса, которое принимается на синхронных орбитах, так называемых. Там, где спутники связи, телевидение в том числе. Что очень хорошо, конечно, что мы можем и телефону звонить, и телевидение. Вокруг мира все страны можно наблюдать. Все, что происходит везде. Но кроме этого, там есть еще и другие предназначения военного, которые всегда почему-то умалчиваются. Вот на них спутник. Естественно, располагается приемная передущая антенна. Спутники символной орбиты, если кто не знает, это спутник, который вращается с такой же скоростью, как вращается поверхность Земли. Поэтому, если такой спутник запустить в определенную точку, он зависнет и будет вращаться, но он будет зависеть на данной точке, не двигаясь по отношению к этой точке, не на йоту. И такие спутники создают вокруг Земли, сейчас уже достаточно много запущен, создают своеобразную сотовую структуру. И поэтому, если на эти спутники будет подано, которые существуют приемные передающие антенны, подано мощное излучение Земли, с трех станций, то, по крайней мере, не обязательно, что должен быть спутник, они себя напрямую подставят, потому что через другие спутники можно переизлучаться, и нужное излучение может прийти туда, куда нужно, и там уже создается, называемая, стоячая волна, и которую можно использовать несколько спутников вместе, активизировать сразу-таки спутники, которые создают все сотовые структы. Можно создать любой точке планеты, так называемую стоячую волну, которая при накачке энергетики может добиться, что возникает, так называемая, ионолинза. То есть, молекулы атмосферы, в данном случае это уровень азоносферы, превращаются в ионы. После того, молекулы озона стали ионы, распались, защитная функция озона исчезает, и жесткое космическое излучение и солнечная радиация, ультрафилетовая, здесь препятственно проникает сквозь эту зону. И начинает, естественно, разогревать. Многие скажут, как она атмосферы разогревает? Я говорю, сразу вам скажу, не атмосферы разогревать, просто эти излучения попадают в землю, поверхность земли, она поглощает их, и уже излучает инфраказное чемпортное тепловое. Так что атмосферы разогреваются уже самой землей, которая с помощью таким образом разогревается с нижней стороны. И получается, что в этом году над Россией именно образовалась такая вот деформация озонового слоя на 40% меньше, чем норма. И такого слой даже не было над Антарктидой, это наиболее тонкий слой. Озоновая дыра возникает там, где минимальный слой озона. А самый тонкий слой озона, в силу того, что структура зоны, как груша имеет форму, то самый тонкий слой всегда озоновый слой над южным полюсом. Поэтому озоновая дыра должна тогда получается над южным полюсом, а почему-то она развита на серый, где площадь совершенно другая должна быть. И именно над Россией. И опять-таки, когда в 2003 году в Европе, Западной Европе, Франции, Испании, Италии и так далее, была неумерная жена, когда там до 60-65 классов ЦСФК не находило, там много людей погибало, тоже, почему-то, было там озоновая дыра, и потом, когда то оружие, то спутник, который использовал, там были уничтожены, почему-то резко погода сразу изменилась, буквально в тот же день пошли дожди, температура упала на 27 градусов, даже больше, то есть стало 20-25, пусть это 65-65. И потом произповедение, что озоновая дыра над Европой якобы исчезли. Такие сетки, если уничтожить то, что их создать, то они исчезли. То же самое было произойдено и сейчас. Потому что, когда стало понятно, что это не природное явление, а созданная искусственная такая ситуация, то же самое климатическое оружие, которое применялось, было уничтожено в 20 числа. После чего, как вы помните, даже в Москве в 20 числа во второй половине пошли мощные дожди, стали идти им регулярно. Но, чем отличается от европейского случая 2003 года, тем, что в данном случае было примерно два типа оружия одновременно. То есть климатическое и еще геофизическое. Почему? Потому что после того, как в 20-го было уничтожено климатическое оружие, потому что Европа тоже была затронута этим действием, потому что в Европе было 45-50 до 20 числа. После 20-го числа июля в Европе тоже почему-то температура резко упала, стало 20-22, 25-18, пошли дожди и так далее. Ну, можно посмотреть по сводкам метеорологическим. В России тоже пошли дожди, но температура так резко не падала. А причина была в том, что в данном случае против России было принято 20-го оружие. Климатическое и геофизическое. В чем отличается? То, что изнутри, если представьте себе, кора очень тонкий, до 20-ти километров в разных местах, больше-меньше слой, платформ, который плавает при сигнале магмии. И только благодаря тому, что нижние слои из материала весьма теплоизоляционного, с низкой теплопроводимости, мы имеем в виду, что поверхность земли не раскаляется, это чуть нагревается. Если, допустим, увеличить теплопроводность коры, тогда магма начинает разогревать. Гранит, базальт, они передают выше и выше и выше. И таким образом, еще почва начинает разогреваться снизу. Именно вот такую ловушку было и создано. Две ловушки сложные. То есть, сверху была создана, а зона дыра, с помощью зоны снизу, была поставлена сковородка разогревающая, созданная искусственно, за счет изменения теплопроводности коры. И когда антициклон, который нормально двигался, он дошел и раз, и сел, и в него стоял. До тех пор, пока и то, и другое оружие не было уничтожено. Климатическая 20-го, геофизическая была 22-го уничтожена. После этого антициклон стал двигаться. Но опять-таки, чем отличается хуже геофизическое оружие, то, что климатическая резко уничтожает, сразу резко температуру падает. А геофизическая там долго нагревалась земля изнутри, она не может остыть быстро, как сковородка разогреванная, она требует времени на остывание. Вот, она стала остывать, и мы сейчас видим, что так, да? Температура уже стала двигаться нормально, и так далее, и так далее, и так далее. Но, что еще забавно в России этой ситуации? Забавно то, что, когда, так сказать, стояло полтора месяца жара, допустим, в Воронежской области, насколько я знаю, было 40-45 градусов, и в Самарске тоже было, не было ни одного дождя, ни одного пожара не было. Когда же было уничтожено 20-22-го оружие, ну, в два этапа, пошли дожди, вдруг сразу везде загорелось на временном. И загорелось, к тому же, и горело именно в тех местах, где находится стратегический объект, там, насколько я знаю, цеха, цеха, научно-промышленный комплекс, производящий для обороны, очень важный центр для обороны, сгорело, другие атомные центры пожара вокруг ходили, и так далее, и так далее. И забавная избирательность пожаров получается, что пожары возникают там, где кому-то было нужно. То есть то, что вокруг стратегических объектов, которые имеют оборонное значение для России. Или кому-то нужно построить там домик где-то было, нужно сжечь, что не может, понимаете, да? И ловили очень много людей, которые поджигали, которые платили, не просто... То есть вы считаете, что пожары — это все... Большинство. Поджоги. Большинство. Может, не все, а не все, не может, что все. Конечно, было дурость, там, курил — бросил, так далее. Но... Большинство из них было способно именно вокруг тех объектов, которые имеют, как говорится, большое значение для обороны нашей страны. Уж случайно это не значит. Плюс... Наблюдатели обнаружили странную связь между пролетом на нашей территории спутника X-37B и появлением огненных смерчей. То есть спутник пролетает, и после него, по его траектории, за след за ним, в тех местах, как он пролетел, возникают именно очаги мощного пожара. Случайное совпадение, да? Не думаю. Плюс, что интересно, когда я... О том, что вот происходило, 24 июля, как раз люди, жара была еще 24-го, и в зале, на встречу с моим читателем, когда выполнят вопрос, я сообщил о том, что было уничтожено, дожди пошли буквально через несколько часов, пошли дожди, не кровь, но и 24-й, и потом шли дожди туда. Но, то, что интересно, после этого, я получил, кажется, на свой сайт, письма, где люди, говорят, допустим, следующее, что в Самарской области озера уходили, за два-три часа исчезали, потому что на дне озер возникали трещины, и через трещины вода уходила вниз. Вопрос. Когда жара и засуха, сначала мелеет, мелеет, пока не высыхает, потом высыхает, трещины, и так далее. А тут, под толщей воды на дне возникают трещины, через которые вода уходит. Ну, примерно, то же самое, если мы откроем в ванной затычку, вода будет уходить. Но вопрос, почему трещины возникли на дне? Могут только в одном случае, если разогреть ее снизу, а не сверху. И таких случаев не один был. Плюс, это одни сообщения поступили, другой человек заметил, случайно заметил, как поджигалось в поле, то есть, он видел, как ничего не было в небе, так сказать, ни самолетов, ни вертолетов, и вдруг в поле вспыхивает, ни людей, никого не было. И потом, как описывал, что когда повлил черный дым, в этом черном дыре он увидел луч, бегающий луч, классный луч. Так вот, по всем параметрам, управляемый беспилотный корабль, который Минкан сюда проявил, допустим, в апреле этого года, имеет возможность нести себе лазер наружу. Так вот, что люди все полные, безграмотные, не могут отвечать, и так далее, не понимают, что... человек не понял, что это инфракрасный лазер, который здесь не видим. И только, когда он в черном дыме, он мог увидеть этот луч. А даже в белом, ему пишут, что его не видно было. И вот он, как он бегал, там проходил, возникал, возникал, возникал пламя, который шел к лесу. То есть, понимаете, таких фактов много. К примеру, мне тоже сообщили, что, ну, до 18-19-го числа августа Китай подал на этот протест по поводу того, что Аминканск применял противник геофизической и коммунической руши, что вызвало наводнение и землетрясение. Пока Аминканск сторон не ответил. Но забавно, что, действительно, те же самые китайцы подождали, когда будет уничтожено это оружие. Только после того, как оно было уничтожено, они подали ноту протеста с требованием компенсирования ущерба, нанесённым этим оружием. Николай Викторович, откуда у Вас данные о том, что оно было уничтожено? Ну, это вопрос второй. Нет, это Вам принципиально. И потом, откуда данные, ну, те же данные, которые Вы приводите, какие источники, вы знаете, на что Вы опираетесь? Это же важно. Ну, по поводу чего? Подточните, что было понятно? Ну, по поводу, например, те же цифры, которые Вы приводите. Вот это доклад, который был представлен Путину, когда он задал вопросы. Понимаете? Эти данные, выводы делали академик Капец и другие, академик российской экономики наук, которые занимаются расследованием вопроса. Это открыто, но для большинства людей неизвестно. То есть, это же вот данные, и данные, и такие документы в ООН посылали люди, которые группы учёных, которые разрабатывались, посылали его и так далее, и так далее. И, так сказать, пока молчат, потому что он, к сожалению, не очень сильно реагирует, пока хозяева его не позволяют делать то, что нужно делать. Ну, хорошо, а касательно оружия, ну, почему Вы считаете, что это Америка? Чего так точно утверждаете? Почему говорите, что было уничтожено? Станции такие, Аляска, Гренландия и Норвегия контролируются американцем. Спутник, беспилотный корабль, это американский корабль. Это мало доказательств, что ли? А то, что было уничтожено, вот, график, примерно, магниотроном записи магнитной активности Земли. И вот, в 20 часов, когда был уничтожен спутник, спутник из системы, это же сожжено все, всплеск мощный, магнитное поле, видите, вот здесь максимум все шло до пяти стенниц, а тут 120 с лишним. то есть, в 20 часов, на короткое время, магнитное поле резко возросло, потом опять вернулось к тому, что стал уже естественным путем. А вот в 22-м, когда уничтожен геофизический рост, видите, опять провал идет уже вниз, тоже на 20-30 лет до 150, то есть, скачок несколько раз. То есть, это реакция, как магнитнотрон среагировал на уничтожение спутников и уничтожение геофизических и магнитных кровей. А это замеры, а не откуда? Это самописец. Просто я это, мне прислал ученый, который работает в Америке, это американские данные. Он, видимо, услышал то, что я говорил о уничтожении 20-22-го, и после прислал, я просто не буду называть его имя, понимаете, да, и где, потому что это может пострадать от этого. То есть, получается, что вы сначала говорили, а потом уже получили эти... Конечно, конечно. А говорили-то на основании чего? На основании того, что я знал, кто и когда уничтожил оружие. Вы шпион? Конечно. Ну, я серьезно, в общем, довольно таки спрашиваю. Ну, хорошо, что со шпионом это шутка, конечно, но это же, ну, нам нужно иметь разветвленную какую-то агентурную сеть, чтобы собирать такую информацию. Или, я не знаю, очень близких родственников в ЦРУ. Извините, ЦРУ к уничтожению этого никакого отношения не имеет. И не может иметь, потому что для них это только проблема. Потому что, как раз, они работают против нас. И поэтому, от них, конечно, это никак не прошло. Уничтожение оружия этого было сделано, мы работали с моей женой, и в результате все это произошло. Это не первый раз. А нужно силы, какими силами? Есть технологии, которые у медитаций нет, никогда не будет. И не только у них. Это же какая энергия должна быть, чтобы уничтожить... Ну, не такая же большая. Просто нужно знать, как и что. Скажем так. Я не должен это выпустить в эфир, потому что... Ух ты! Вы озадачили меня даже этим. Поэтому я знаю, это с первых уст, так сказать. И об этом я заявлял 24-го числа, июля, когда-то раз спрашивали, что происходит. И вот это то же самое, что вы мне сейчас говорили, я объяснил. И сообщил, что вот так и так будет то-то, и то-то, и то-то происходить. И в то время кричали, что весь август будет жираться, сумасшедший, и тому подобное. И сказал, мужик должен быть остыть, который не может сходить быстро. И погода будет вернется, и дожди будут, и все остальное. Что и произошло. А медиа-центр кричал, что все будет жара, весь август, сентябрь, будет такая жара, готовьтесь 45 градусов. Помните, да? Вопрос. Вот вопрос, на кого работает наш метеоцентр? Если они сообщают информацию, то, которую они передают из нас, которая именно создает то, что они создавали. Просто нас, они кое-что знают, обо мне немало знают, обо мне, скажем так. И, ну, потому что я не буду, мы не будем работать по уничтожению того, что произошло. Но они вот прочитались. Все равно это произошло. То есть вы хотите сказать, что вы обладаете технологиями, которые позволяют там, ну, не знаю, видеть это, ну, как бы, получать информацию о том, что происходит. Ну, естественно. И работать с этим. Естественно. И это не первый раз. Поэтому я, те же самые инвентации, очень-очень, в кавычках любит. А эта технология, ну, какого плана там, какой энергии, да? Ну, как вам сказать, рассказать сложно, потому что для этого можно рассказать очень много, чтобы это было понятно. Но, если учесть, что наша современная наука, что, о чем официально было признано, в своем уровне смотрел, передачи с Вериховым, который заявил, да, мы согласны, что 90% материи Вселенной мы не знаем, это темная материя, которую мы можем не пощупать, не трогать, все, не так, да? И, в том числе, что знаем, только 10% материи, которые мы можем пощупать. Вот, то есть, в принципе, тем самым, он, это не только его позиция, в принципе, ученые мира вынуждены признать, что то, что они думали о материи, это, кстати, десятую часть того, что есть на самом деле. И, во-первых, можно назвать наукой, если они знают десятую часть, из 100%, 10%, то можно сказать, это наблюдательная функция может присутствовать, наблюдение за проявление того, что происходит. Но, что указывает понимание того, что происходит, естественно, нет. И, тем более, у них нет возможности вмешиваться и что-то делать с этим 90% материи. на данном случае, технологии, которые я говорю, позволяют работать с темной материей, это не значит черная материя, или там, черный магик, никто думает. Темную материю назвали ученые, поэтому применяют этот термин. Потому что я этот термин не применяю, я это, потому что мне другой термин для этого. Но, чтобы было понятно, чтобы никто в лесу подравал, говорится, чтобы было понятно, что имеется в виду, то это то, что современные ученники называют темной материи, которая стоит 90% материи Вселенной. То есть, если кто может и знает, как можно управлять этой материей, и имеет соответствующую технологию, тогда, то, естественно, можно управлять с темной 100% материи. Понимаете, да? Так это Бог, получается? Или, как это, властитель Земли? Так же можно... Понимаете, но это нельзя проецировать понимание. Есть знания, есть знания. Понимаете? Это, как говорится, вообще, понятие Богов возникало из-за невежества. Вот, вы знаете, допустим, до сих пор существует некий примитивный применение находящийся на уровне каменного века развития. Вот они наблюдают, как полный будет лететь самолет, потому что трасса проходит, коридор идет, и вот они видят, что там периодически самолеты летят. Сорудили на земле, из дерева, все, что-то похожее на... И считают Господом Бога. Они правы. Но с их точки зрения это Бог. А почему? Потому что у них нет достаточного понимания того, что происходит. Так вот, любой Бог, это не что иное, как проявление невежества. И, к сожалению, наука, к сожалению, в этом не очень помогла, потому что, к сожалению, давным-давно наука превратилась в религию, потому что, когда тот же самый Великол заявил, что если что-то можно объяснить простым, доступным языком, то это мистика. А вот если невозможно ничего понять, вот это наука. Я помню, когда он нас смотрел, сегодня я приехал, когда он в 2006 году из Америки, в России, смотрел один сюжет, и я там же говорил, ой, Гайдар, такой умный! Так умный! Я ни одного слова не поняла, что он сказал. Понимаете, как вбили людям голову, что ум, интеллект, это когда человек говорит, и никто не понимает. это иллюзия. За этим, слово «будем», по-другому назовем, скрывается невежество, которое пытается скрыть за темно-но, которое меняется на другим, чтобы только в узком кругу говорить, вот мы не знаем, но мы боимся сказать. Потому что мне приходилось беседовать еще как-то 20 лет назад с крупными учеными в то время, в Советском Союзе. И когда я спрашивал простейший вопрос, который он дал бы в школе, в университете, когда учился, то есть вы же, допустим, академик, российская академия и ходите в десяток крупных ученых данных. Вот, то есть я не буду называть, фамилию не могу. Вот объясните мне вот это явление. Ну, он говорит о том, что знаешь со школы и так далее. Я говорю, хорошо, но вы же должны знать это. Это я, допустим, там был в школе, там в университете, а вы же, как сказать, эксперты, потому что десять человек только в вашем уровне в мире существует. Я говорю, а что значит это? Что значит это? Простейшее определение. Его ответ был «Один Бог знает». Поэтому он и Богу известен. Ну, извините, а зачем ты называешься наукой и ученым? Правильно? Я понимаю, что невозможно познать все сразу, но если ты копаешь нужное направление, то всегда накопаешь. А если ты в другую сторону плитие уводит, то, к сожалению, в свою науку увели при навязанной фальшивой теории Эйнштейна, которая фикция, в принципе, так же, как и глобальное потепление между прочим, навязана была. Оно увело научное познание в тупик. Вполнительный тупик. И это, опять-таки, не философские факты. Потому что то же самое Эйнштейн занимался обманом. Те, кто за ним стоял, тоже занимались обманом. Нарли, в том же обманом. Потому что, к примеру, его теория относительности, знаете, о том, что базируется на двух поставок, которые были формулированы даже не им, а Фон Куре. А в эти местные выражения тоже были созданы Лоренцевой Нимесовым. Он просто взял то и другое работу, пойдем ее с компономом и выдал свою теорию. Фон Куре его всегда обвинял в лагиате. Вы, наверное, знаете об этом. Не так, чтобы очень. Подробно. Вот. И то, что его позиции украдены, в принципе, обосновались из школьных программ если помните опыта в маркерсономборде. Что? Замерение эфирного ветра, так называемое. Скорость эфирного ветра. И вот там было всего 36 замеров. Четырех дней проводили 36 замеров всего. и на основании этих практических подтвердений его теория стала глобальной по всему миру и так далее, и так далее. И он стал генеральным ученым всего мира, да? На самом деле это фикция. Почему? Потому что в его же время американский крупный ученый физик тоже. Глава научного общества физического общества США Дальтер Мюллер провел на энтерферометре который более 4 раза более чувствительный чем то, что использовали Маркерсон Морн 22 года провел эксперимент 220 тысяч замеров не 4 дня и не 3-6 замеров а 220 тысяч замеров на разных уровнях при разных поворотах энтерферометра и получив данные что эфирный ветер существуют и довольно-таки большие вариации послал письмо того Саундштейну кто сказал докажите он послал все данные после этого никогда не слышал ответа и когда он умер даты 45 после так никто не ответил после этого никто не вспоминал что такой ученый был что вообще такие эксперименты проводил он скажет давно это может быть придумал очернить имя генеральным ученым пожалуйста другие доказательства по его теории которую он создал граф идею Пау Куре и Лоренс основное два пустола то что Вселенная однородная то есть Вселенная одинаковая скорость света постоянно 300 тысяч километров в секунду так вот насколько я помню в флоридской лаборатории при пропускании лазера пучка через нестабильную газовую среду получили что лазерный пучок прошел через среду скоростью в 300 раз больше чем скорость света в вакууме в 300 раз такого не может быть то есть сигнал должен был взорваться по его теории понимаете то есть масса доходит до бесконечности там все минусы и так далее ну понимаете плюс других лабораторов в Италии где скорость света получает 25 процентов больше чем в вакууме а на земле это получает и тогда и т.д. и т.п. в 97 году Хаббл телескоп который вышел за пределы атмосферы получил данные где обработали 97 публикация в New York Times где соответствующие причем сообщают о том что скорость света вверх вниз направо налево отличаются друг от друга что говорит о неодонности пространства что скорость света не является константой и постоянной личиной но до сих пор во всех школах во всех университетах продолжают изучать и т.д. и т.д. А вы научные степень не имеете? Ну как я то имею степень ни такого плана я закончил дружинфический факультет карты университета в 86 году в 84 году в 84 году визмите потом два года меня отправили в армию в суд я был удобный но служба продолжалась исследовать своей уже и в принципе вот из этих исследований возникли такие технологии о которых мы с вами говорили не только по этому аспекту по другим и что важно для понимания то что мне было важно понять истину потому что закончил университет и получил в то время то что харьковская школа радиофизики считалась самой лучшей школой союзской федерации в этот плане а радиофизика считалась элитной наукой среди физиков то есть лучшее образование в то время невозможно получить и ответы были такие же как и в школе только чуть глубже мне это не устроило поэтому я пошел в свои поиски самостоятельно после чего уже когда многое все сделал после чего мы стали присылать звание разные звания в том числе я стал диссиментинантом четырех академий российской академии наук там меня тоже знают читали но не нашли компромат то есть у меня задача была как я знаю это найти почитать найти компромат и начать травлю лжи ученых и так далее но компромат не нашли у меня тоже данные есть но это люди еще не готовы к этому понимаете это преждевременно люди не поймут это все прекрасно понимают просто кое-кому не выгодно чтобы было реальное понимание природы и что можно с ней добиться потому что насколько понял часть нашей бисеры не только климата но и экологией занимает так вот то что мы имеем результат катастрофа действительно катастрофическая применение научный подход к природе в частности о других еще можно долго говорить но мы скажем следующий пример о продуктах питания для того чтобы получать урожай в землю срывали столько химии столько гадостей и довольны были в то после того как бросят то же самое калиево давление в землю 2-3 года сумасшедший урожай а после потому что калиево давление убивает кумус который создает почву и когда конечно убили кумус и снова возникло очень много питательной среды и несколько лет будет урожай а потом земля становится мертвой штатов такие полным-полно то есть они травили и так далее вода отравлена химикатами земля отравлена то есть они допустим старый дегр погибает и прибыли посажены ну со временем но высажает и не принимается не растут потому что все отравлено и в Китае к примеру каждый год теряют 5-7% плодородной земли каждый год то есть в 10 лет у них не остается ни куска плодородной земли вот чему приводит научной деятельности а я хотела вас спросить вот что касается все-таки климата потому что ну не совсем ну хотя это важно я записала тогда когда вы говорили про Китай себе даже с бумажечку хорошие данные а да такое что касается климата и все-таки по применению оружия ну там допустим все-таки как версии да а у вас есть единомышленники кто придерживается такого же мнения вот среди ну не знаю там каких-то ученых ну скажем так ну специалистам вот так ну думаю кто прислал вот эти вот данные ну придерживается ну у нас да а здесь у нас и у нас есть люди как думаете вот эти данные которые к ООН ЮНЕСКО даются все поднимают вопросы что все это можно решить новая технология позволяет решить на в принципе вот то что уже вот будет у вас время я понимаю что вы это мотаетесь каждый день с демоками и так далее но будет время залезть на мой сайт посмотрите там есть источник жизни там цикл статей посвященный применению новых технологий допустим всех новых хозяйств здесь в Москве тоже есть небольшое предприятие где применяются новые технологии где без всякой химии без ничего урожай получается по грибам в 32 раза больше чем самые лучшие с химией и так далее то же самое в Голландии результаты плюс получается то что никто никогда в мире никогда не мог получить и не получает то есть уникальные вещи то есть понимаете то что у нас есть владение во Франции с женой и там уже я с 2003 года веду эксперимент то есть я создал соответствующую технологию установил полногенератор там и она на месте ведет наблюдение то есть с атаками и так далее идет просто наблюдение за изменения и так далее и так далее но уже в двух словах не скажешь но когда урожай получается колоссальнейший когда допустим многие растения которые не могли вообще выжить их условия допустим тропическое реальное растение не только не замерзают при минус 20 который было несколько лет при глобальном потеплении в долине в Краевской долине во Франции знаете такое да раньше экзотерм не приезжалось ниже 15 раз в сессии зимой сейчас последние несколько лет минус 20 минус 22 и ни один день снег лежит и лед образуется и так далее так вот в таких условиях там у нас высаженную землю известняк в котором ничего вообще не должно растить это чистый известняк не только растут растения они в десятки раз быстрее дают плодов а некоторые плодоносят круглый год инжир плодоносят круглый год даже зимой клубника плодоносят круглый год открыт в небе и огромные ягоды и т.д. и т.п. и не только то есть понимаете то есть можно не только так сказать не гробить планету а получать чистый экологически чистый без яда без химии продукты питания там можно сразу почву там очистка то же самое было проведено все очищено и сейчас стали появляться те растения которые исчезли 200-300 лет назад которые бедность человека угробила их в тот момент когда эта территория очищается под воздействием эти растения начинают расти то есть остались семена там грибов споры остались и так далее вот они сейчас начнут расти которые исчезли 200-300 лет назад и так далее все равно к климатическому оружию еще немножко хотелось вернуться конечно а тем не менее вот вы говорите это же Америка да а ведь у них тоже довольно аномальные погодные явления наблюдаются это наше климатическое оружие ну во-первых они во-первых тоже понимаете то что убедился в своем опыте тоже почитайте если вам будет интересно статья прощение стратегии в томом интересном написано просто двух слов не скажешь то те люди которые стоят за и в главе с штатов к сожалению они своих тоже как подобных роликов используют то есть они испытывают на своих на своих территориях им кажется я не понимаю как это можно делать но только в полных отборозках поэтому многие вещи которые происходили там и происходят связано с тем что они пытаются играться с теми силами которые не понимают а к сожалению созданные системы для Америки созданы на основе разработки советских ученых которые после распада союза еще до того многих перебрали и воплотили то что мы воплотили здесь в России и имея такое мы же все-таки не последняя страна в мире и имея такое во-первых мы бы знали об этом и во-вторых мы бы всегда там на ракетные войска есть вернее на самолеты есть войска противовоздушной обороны они всегда какие-то мы бы что-то делали по этому поводу по поводу активного применения штатами климатического оружия и что они будут бегать смотреть какой спутник используется для этого да? ну наверное есть возможность для этого что там шарахнул и уничтожил правильно ну во-первых я не могу отвечать за так сказать руководителя нашей страны но думаю что они не применяли это по-другому причине это означает начало войны понимаете а я не думаю что сейчас Россия находится в лучшем состоянии для того чтобы вести войну какую-то нам и так нашему народу за последние 100 лет столько досталось что другими не снилось за все тысячи лет их истории поэтому новая война это будет просто тяжело для России и не нужна вообще эта война потому что к сожалению по моей точки зрения Соединенные Штаты и у меня есть основательные доказательства ни одно доказательство стояли за спиной первой мировой войны революция в России второй мировой войны и так далее это факт погодите но ведь уничтожение вами допустим этого спутника оно же тоже допустим могло бы американцами быть расценено откуда ну то есть если сигнал не прослежен то любое уничтожение да может быть означать сигналом к войне нет всегда можно свалить это например на Россию да ну они прекрасно это сделали потому что не первый раз потому что долго рассказывают многие вещи не расскажут потому что это тема климатического оружия но тем не менее когда в 2009 году в феврале они создали несколько ураганов которые бросились на европу собраны цели они показали кто дом их хозяин понимаете после того как оказался помогать им решение проблем они ходили они обратились ко мне вот и на их условия естественно вот после чего они создали ураган который один я скажу произвел потому что не смотрел что что подходил к европе со скоростью 170 км в час и пробовал набирать скорость ну я во-первых уничтожил уничтожил спутник он свалился и столкнулся с нашими помните что он был да я немножко эмоции немножко разодлился так и посчитал что те кто создал такие вещи должны наказаны быть и развернул ураган на те кто его создал и первый из истории США в феврале месяца ураган обрутится на восточную и сша не копая на другом урок зачем мне на это нужен ну хотя бы для того чтобы навести здесь порядок понимаете то что делать многое хорошее вы знаете сколько что мне за это хорошее получало попытка уничтожения несколько не пытались уничтожить наши спецслужащие в Советском Союзе то есть потом когда мне прикрыли ну вот империя зла Советский Союз и так далее когда перебрался в Америку то же самое начали американцы то есть я много чего понял это очень хорошо что я прожил 15 лет в Штат потому что я узнал мир со всех сторон и понял очень многое того что живя в одной стране где существует пропаганда в той степени нельзя понять и нельзя понять даже приехал в гости на месяц-два потому что нужно прожить в стране чтобы узнать суть и тогда я прожил там понял очень многое то что происходило и как пытались заставить загнать в угол заставить чтобы все-таки я делал то что им нужно понимаете это долгая история рассказывать в принципе но понимаете крайне нельзя те вещи которые допустим я и моя жена делает у нас очень не так хорошо то есть не допустим гибли и так далее за все это надо благодарить чем это уничтожение физическое устранение потому что эти извините по-другому уроды у них мышление такое если кто-то что-то может такого плана иначе взять власть свою руку и так далее они мыслят со своей колокольной потому что у них мыслят только об этом понимаете а то что можно было сделать просто для того чтобы ну не допустить гибели а таких случаев было несколько если планета должна погибнуть и так далее реальные вещи они апокалипсис как в библии пишут по крайней мере последнее раз планета должна погибнуть в 2003 году и что вы думаете нас не знают что это была работа что они прекрасно знают что они уничтожили реально поэтому то что ученые применяют догадки домысливые и так далее на основе опять-таки то что маленькая часть той объема информационного достижения должна быть для того чтобы делать выводы то есть верхушка есть а делать выводы поэтому когда у человека к сожалению нет полного объема естественно части выводов я не согласен но правильно это применение оружия и думаю очень многие подтвердили те кто сидит на грантах и те кто это оружие создает управлять то что к сожалению подавляющие ученые и даже в россии получат гранты фонда Сороса и других фондов знаете ну потому что это не очень финансируется изнутри поэтому а почему не финансируется внутри не знаю почему в Советском Союзе финансировался потому что таким образом просто многое что люди не знают не знают что допустим за несколько лет вывезли из России 15 тысяч изобретателей которые создали весьма интересные разработки новейшие и обманывают люди очень просто просто люди не знающие запада а в России как я убедился что такое запад практически никто не знает потому что приезжали гости туда или там друзья просто как туристы это не значит что понимать как живет западный мир например факт человек автор придумал обычные люди кто придумал они наивные люди не понимают не разбираются ничем вот он придумал какую-то идею потому что все только ждут когда эта идея придет и скажут спасибо тебе какой-то Федя что ты придумал такую хорошую вещь а не потому что многим людям эти вещи не выгодно то что им придется потерять прибыль которую они получают из того производства которое работает на них и новое множество уничтожит и не только это другой фактор присутствует допустим человек приходит и оформляет патент для того чтобы закрепиться авторское право а патент значит становится известно всем что данный человек что данный человек это сделал что делает что делает человек получает патент а ему сообщают вы знаете вот два дня назад был получен тот патент но такое же изобретение и так далее но мы видим что ваше изобретение было подано раньше и вы можете оспорить международным патентом бюро для этого 100 тысяч долларов а у многих из тех кто придумали 100 тысяч долларов в кармане как думаете не очень много правильно а ну у нас нет но он поможет вот мы заплатим вам за это 100 тысяч долларов и тогда мы хотим следующее что хотим что вот вы такое создали мы предлагаем перебраться в штат например мы даем работу то-то обеспечиваем чтобы вы есть разработки этому потом и человек наимно понимаешь что это такой хороший дядя соглашается и строится рабом получает кроши из того что он создал раз англии те кто предложил заплатить 100 тысяч долларов и создали это фактивный эффективный патент для того чтобы спровоцировать человека то он есть те кого кто не продается отстреливать убивают в россии на пути те кто стоит а затем вы рассказываете об этом ведь ну как бы это надо или кому-то говоришь о ночью могут сделать но люди услышат это только запаникуют а лучше ничего не знать да а что меня это знание а то что есть выход то здесь у нас существуют технологии которые позволяют россии не только дали бесполезно понимаете да если их реализовать действительно внедрить в россии то в этом случае не только те что которые сама есть и другие люди которые я знаю которые создали уникальные технологии таких людей много если я психологу внутрилучего россия то россия окажется в 31 веке будет 21 я придумаю чего не про технику вы говорите вроде всех с нет их техника тоже понимаете есть допустим разработки которые позволяют получать электрическую màyки и так тому тионы матери при этом не не нужно ни гидроэлектростанции, ни атомных станций, ни тепловых станций. А это можно как-то увидеть? Есть разработки, но пока я не буду говорить, потому что это не мои разработки, потому что если я сообщу, кто это делает, они будут пострадать, понимаете? Нет, это я уже понимаю, но это можно сейчас прямо... Конечно, уже сделано мы от металли, работающие, все. Но это еще, понимаете, что еще? Это даст, но не нужно говорить, что мы сейчас рабы, в принципе, стоит нам не заплатить за свет, за воду, за газ, мы останемся без ничего, не нужно без себя, правильно? А представьте себе, что каждый человек может получить такой прибор, который больше или меньше масштаб, в зависимости от его потребностей, в электричестве, который он встает рядом с своим домом. Не нужно делать никакие провода, ничего. Да, он заплатит за этот прибор, за исполнительную сумму, не со временем, меньше, чем придется платить. И все, никто уже не может повысить плату за электричество. Так, а зачем тогда эти установки нужны, нужна какая-то поддержка свыше, если можно просто инвестировать и дальше как бы продавать это населению? А вот над этим люди, с которыми я взаимодействую, и я в той очереди работаю. Ну, это очень много, это не выгодно. Ну, а уже вишки есть. Просто подумайте, что все ждут спокойно, не будут мешать ничему, чтобы такое происходить. Конечно, нет. Но я думаю, что это произойдет. Кстати, забавно, потому что я говорю, есть полное подтверждение, забавно такое же чисто, мы слышим что-то, а это говорит Кейси, слышишь что-то. Ну, поинтересуйтесь, это известный американский ясновидец, который в хозяйстве Транса, записывая то, что он увидел, он смещал в будущее, 150 тысяч предсказаний сделал, все которые сбылись. Ну, это же случайность не назовешь, правильно? Инсульт Форн, Форн специально создал, там все это хранится в свое время. Не тот, не сегодняшний год, все тот в то время. В 45-м году он умер. Так вот, он до своей смерти, когда говорит о России, он говорит, что в России будет создано совершенно другое общество, на справедливости, когда новая эра человечества начнется в России. Я думаю, именно в 2010-м году это начнется. Я думаю, очень случайное совпадение, что именно в 2010-м году почему-то применено было против России геофизически, как мы тебе скажем, что выжить семью будет сделать голос и так далее. Вы знаете, ну, не очень верится в такие случайные совпадения. Понимаете, кроме того, что я знаю о том, что писал этот кейс, американцы тоже хорошо знают, и не только простые американцы. Понимаете, да? То есть, когда ты знаешь информацию, ты вооружен, правильно? Значит, ты можешь что-то делать. И что делать? Чтобы Россия не стала то, что она должна была стать на самом деле, давно заслуживать лидером мирового всех спектр, понимаете? Что можно делать? Не допустить этого. Уничтожить людей, уничтожить природу и так далее. И что можно делать в 2010-м году? Бах-бах! То-то-то происходит. Ну, знаете, столько много случайностей со всех анастроумов. Стекается, получается одна весьма интересная картинка. И это как-то не очень приятно для тех, кто это делает, естественно. То есть, врагов, называют социальным поразителем, которые создали, мировое правительство, которое создало, пытаются против всех врагов, чтобы все остальные, ну, знаете, теории Золотого Медиата и тому подобное, знаете, да? Ну, нужно объяснить. Ну, в общем, на целом, да. Ну, вы думаете, что он случайно просто распространяется? Это реальный день. Вначале говорили, что вот людей столько наплодило, что их нужно уничтожать, потому что землю не станет покормить. Да, конечно, нужно какой-то контроль, особенно в Китае и в Индии, понимаете, что им нужно вести. Но, допустим, если применять определенные технологии, можно накормить людей не за счет уничтожения живой природы, который сейчас у нас дикой природы, такой, как это в парке, а за счет совершенно другого принципа использования новых технологий, он получает 32 урожая больше. Понимаете, то есть площадь в 32 раза меньше, чтобы воспроизводить то же самое. А если правильно использовать площадь еще, то можно добиться и гораздо больше эффективного применения площади. Много что можно сделать, только для этого уже, если хотите и знать, для этого уже не думать о том, чтобы набить все карманы деньгами, когда все остальные будут станут нищими. Понимаете, я, например, не считаю, что люди должны быть одинаковые. Люди разные. И это красота, что все люди разные. В чем люди равны? Каждый имеет равные права на реализации самого себя. Это мой убеждение, понимаете? Но я не вижу, что, допустим, если человек богатый, что-то потом плохое. Но я вижу плохое, знаете, когда? Когда человек богатый, он богатеет, а страна нищает, нищает народ. Вот я считаю недопустимым. Это разрушительным, понимаете? А если созидатель, если человек создает что-то, он богатеет, и при этом богатеет его народ, и богатеет его страна, почему же нет? То, что мы наблюдаем сейчас, действует социальный паразит, который разрушительный. И они богатеют за счет того, что нищая страна, самая богатая страна мира, нищие ходят из-за нищей. А почему? Потому что социальный паразит контролирует все, что происходит.